как это начать всем привет меня зовут ольга вы на канале о вязании и я попробую начать снимать влоги если у меня получится не так давно буквально полчаса назад не час наверно я с ним сняла видео оно получилось очень большое я думаю что я его разобью на две части это видео о моем похудение я закончила программу ну то есть я остаюсь программе еще но в принципе я достигла цели которые хотела вот и уже две недели нахожусь на сохранении в дальнейшем моя жизнь будет связана именно сохранением веса постараюсь не выходить за рамки вот и я сняла видео практически на два часа поэтому думаю что по часу там будет идеально вот я надеюсь что у меня получится его смонтировать что я не за психую что что-то не так говорю или мне что-то не нравится посмотрим сегодня я начну новый влог так взяла пряжу я в том видео про похудение рассказывала право такую вот пряжу там немножко вязание рассказала значит такая пряжа по весе это синтетическая пряжа стоит она недорого белорусских рублях это 4 рубля 25 копеек это чуть меньше чем 2 доллара вот значит здесь 200 метров 140 грамм толстенькая ниточка вот такая она начинает разваливаться так как мы в этом году делаем ремонт на кухне то я хотела сделать плейс в общем салфеточки на стол вот купила значит эту пряжу но не учла что она очень толстая и поэтому решила связать коврик значит в том видео про похудение более подробно рассказывала про коврики какие у меня есть где они лежат какие особенности и почему мне нравятся вязаные коврики чем я решила связать такой коврик этот коврик будет на кухне там где вот возле мойки до его положу под ноги и там где будет варочная поверхность там как раз небольшой такой участок будет чтобы там ну чаще всего мусор падает именно там и потом разносится по всей кухне хотя когда есть маленькие дети больше всего мусора падает под обеденный стол вот значит чтобы вам рассказать такого еще я сняла видео про куколку я его еще не смонтировала заказчица получила посылку вчера или сегодня и еще мне не отписалась и я очень сильно переживаю я надеюсь что за этот влог я вам скажу понравилось ей или нет потому что мне кажется что наверное ей не понравится переживай очень сильно куколка получилась кукла трансформер я таких кукол в вязании не видела во всяком случае то что попадалось мне я таких игрушек не встречала поэтому видео я рассказала подробно что и как как приходили идеи как это все у меня сложилось и вот я тоже не монтировала еще это видео и я надеюсь что она мне тоже понравится иначе если что то там будет не так я такая психованная могу и удалить сейчас я вам покажу две игрушечки которые мне нужно чуть чуть еще закончить и запаковать значит вот а вот эти малыши они все разошлись тут не такой утенок как был сделан для выставки здесь поменяли расцветку одежки теперь она вот такая вот беленькая и я тут некоторые моменты доработала это например обработка края такой край мне больше нравится также для этих игрушек были именно для этого утенка я делала из деревяшек пирамидку но мне тоже там вариант тот не очень понравился поэтому в этот раз я решила вязать все что я могу связать это нужно вязать я связала такую пирамидку и шарик прошлый раз я делала из настоящего шарика шарик в этот раз я сделала вязанный шарик вот такой вот вот значит такие вот у меня такой малыш и у него сделана такая как постелька второй малыш тоже из этой серии тоже я в нем поменяла некоторые элементы например шапочка у жирафа изначально она была сюда смотрела но когда спереди смотришь на игрушку не видно получается с самой шапочки что она вот такая идет и тоже я тут края по другому обработала и рожки для жирафа сделала по другому и пятнышки я по другому рисовала из других материалов в общем я немножко доработала также у этого жирафа был утенок на деревянной такой подставочке деревянная подставочка была приклеена то есть никак утенка нельзя было снять в этот раз я просто по мастер-классу Анастасии Кирсановой связала от такого утенка и сделала как в мастер-классе и вот такого цвета шарик нежного нежного лилового цвета это наверное все что я вам могу показать на данный момент также я вяжу жилетку для младшей дочки школьную потому что в следующем году не только элемент будет в виде значка но также и жилетка темно-синего цвета вяжу из ализадива 100% микрофибры спицами 3,25 я перевязываю ее потому что изначально я связала одну жилетку не знала кому я буду ее вязать потому что набрала 200 петель и просто гнала вот кому получится тому получится получилось это средней дочке но наверное она коротковата ничего страшного я там снизу распущу ну то есть отрежу распущу довяжу и будет она подлиннее по ширине она как бы ей нормально для младшей дочки получилось по ширине большевата я набрала 160 петель и сейчас вяжу основную часть лицевой гладью спицами 3,25 спицы тоненькие в принципе идет это долго ну и так как сейчас я занимаюсь ремонтом а до этого а до этого были выпускные я занималась выпускным для младшей дочки и очень много сил на это ушло и энергии и меня просто на все катастрофически не хватало сейчас занимаемся ремонтом в принципе основная часть такая большая это найти самая сложная часть это освободить кухню и коридор найти места куда это можно сложить это тоже мы сделали также убрали все полностью демонтировали старые двери старый пол старые шкафы мы живем в маленькой квартире в хрущевке и здесь были такие старые шкафы для которых была сделана ниша с этими старыми дверями в общем мы это все убрали вот и уже сделали даже пол стяжку осталось сделать стены потихоньку вот будем делать и уже на следующей неделе приедут замерщики для кухни и коридора это все будут делать одни и те же люди для того чтобы не разбивать больше людей не искать сделают все в одном стиле будут делать кухню и шкафы в коридоре тоже они вот также нужно еще двери ну то есть я уже в принципе все организовалась осталось подстраиваться под мастеров когда они приедут что они там будут делать соответственно я просто сижу куклу и дома ну не куклу а много работаю тут там надо подойти что-то сделать вот там вот мы будем менять в общем сейчас на кухне у нас стояла газовая плита и соответственно нужен был только один шланг в новой кухне будет отдельно газовый газовый духовой шкаф и отдельно варочная поверхность соответственно нужно будет чтобы делали сварку и делали разводку отдельно на духовой шкаф и отдельно на варочную поверхность вот стрёмно придут делать эту сварку то есть это мы ездили документы перезаключали это изменение как бы в проекте да квартирном соответственно вот и решили счетчик поменять в общем ездим заключаем эти договора договариваемся встречаемся докупаемся привозим увозим отсюда сейчас такой процесс ремонтный но уже закончится вот на кухне это последняя часть квартиры где нужно сделать ремонт во всей остальной квартире ремонт сделан и больше я ремонта не собираюсь никакого делать вообще хотя все ржут и говорят что погоди погоди что-нибудь придумаешь и заново будешь делать но такого прямо глобального как мы делали то есть когда полностью убирается мебель и полностью заново все выстраивается такого точно не будет где-то конечно нужно будет там обои что-то поменять да либо там подкрасить стены например в этой комнате стены под покраску вот но мебель уже менять я точно не буду все рассчитано на долгое будущее вот значит у детей мы тоже в прошлом году сделали возможно я сниму отдельно видео про ремонт покажу вам идеи как можно обустроить детскую комнату для троих девочек и также вам покажу как обустроить что я придумала сделать в маленькой 6 квадратных метрах кухни когда она совсем малютка как можно все обустроить чтобы было удобно комфортно и чтобы это было красиво вот я надеюсь что у меня все получится но во всяком случае дети очень счастливы то что у них получилось я наверное воплотила свою мечту детскую у них кровати чердаки снизу у каждого шкаф сверху кровать и очень очень классно мне безумно нравится то что получилось конечно они уже попривыкали и вот сейчас я смотрю что за год они просто замазали эту всю белую мебель она ничего страшного вот ремонт закончится и я возьмусь прям генеральную уборочку сделаю перештудирую все их вещи что-то на выброс что-то там в общем порядки на виду чтобы все было аккуратно и пройду полностью всю мебель с моющими средствами со щетками чтобы обновить я думаю что это надо будет делать каждый год то есть на следующий год уже ремонта никакого не будет но то что касается такой генеральный капитальный ремонт уборки это нужно будет делать вот чтобы дольше все сохраняло такой красивый вид и не хотелось это потом переделывать а переделывать это не захочется потому что все делаем в светлых оттенках кухня тоже будет белого цвета я сначала думала сделать белую черную или такой темно-темно-серый цвет но потом поняла что нет я хочу полностью сделать белую и вот акценты будут какие-то например коврик темного цвета плитка единственная у нас такая желтоватого цвета но ничего страшного она тоже будет таким пятном ярким ну и соответственно остальные элементы в эту кухню буду дополнять какими-то вязаными изделиями либо что-то покупать более яркое интересное за что захочется цепиться взгляду и кстати на кухню первое что мы туда сделаем это муж подарил старшей дочке пазл в виде такого льва я вам наверное вставлю видео или фотографию если у меня сохранилась на телефоне значит пазл на тысяча элементов был лев радужный и в общем мы собирали его в мае когда было просто беготня я думала что мы вообще не успеем его сделать и что делать куда-то надо составлять все вещи с кухней но мы все успели сделать и я его залила эпоксидной смолой не очень красиво это получилось если присматриваться очень близко но мне нравится во первых мы все вместе это собирали больше всего собирала я и средняя дочка ну а также остальные все помогали искали детальки вот каждый хоть что-то там но сделал поэтому это такая семейная картина я вот залила эпоксидной смолой думала делать рамку но рамку не буду делать просто есть на вавоберисе продаются такие чтобы не сверлить стенку там на клеевой основе продаются крючки и я просто их куплю и на эти крючки повешу картину вот и она будет вообще очень яркая на белой кухне будет потрясающе смотреться прям приковывать взгляд еще у нас остался еще один пазл это там лошади они в естественной среде с естественными оттенками на 2000 деталек то есть там вообще большая картина я вот не знаю где собирать наверное нужно будет купить как орг стекло это полименил полименил короче лист из полименил хлорида или как он там идет в общем лист такой здоровый как орг стекла и на этом листе сразу собирать все детальки и потом можно даже к этому листу приклеить по контуру вырезать и уже залить тоже эпоксидной смолой конечно эпоксидная смола заливать пазлы я такая это очень круто потому что там пыль не будет садиться но поняла что это не панацея наверное не очень даже такой хороший вариант эпоксидная смола это вода да и когда я заливала все детальки стали мокрые картина потемнела вот плюс сразу прошла эпоксидка через щели все между деталек и ну результат так себе кстати когда мы делали эту картину я подумала а почему бы не вышивать маленькие значки и не заливать их эпоксидкой в общем я настроила дочку что давай ты вышлишь там маленькую картинку она вышила маленький этот грибочек мухоморчик совсем маленький такой вот буквально буквально полтора сантиметра наверное на сантиметр вот я залила и конечно тоже через вышивали мы на пластиковой конве и через эти отверстия пластиковой через ниточки все просочилось вниз и это получилось так так некрасиво так ужасно но она забрала конечно себе но я поняла что нет не получилось то что я хотела я думала что получится ну и плюс когда заливаешь вышивку эпоксидной смолой то все оттенки которые ты вышивал они становятся очень темные то есть если это красный то это такой бордовый становится такой вот мокрый все мокрое становится и высыхает именно в таком виде вот мокром поэтому ну не очень но у меня появилась другая идея как она сможет сделать значки на самом деле это больше я наверное хочу чем она вот будем делать на деревяшках но пока я искала деревяшки у меня я купила набор разных деревяшек мы будем делать для новогодних каких-то подарочков да вот такой вот набор тоже на ваутберисе продается можно елочные игрушки можно их просто разукрасить и украшать например отправки да можно какие-то альбомы делать украшать в общем ну такая стоит недорого вот и когда я получила у меня появилась идея которая у меня если я возьму и займет очень-очень много времени и она такая настолько сырая что даже не стоит о ней говорить но я бы конечно хотела попробовать такое осуществить в жизнь если когда-нибудь это получится у меня сделать то я обязательно вам покажу и расскажу вот что и как но пока даже смысл заикаться вот я вот за последнее время несколько раз так обожглась с этой картиной у меня не получилось то что я хотела с вышивкой это не получилось то что хотела потом хотела вот эти вот плейсматы вот вспомнила как называется тоже сделать связать но купила толстую пряжу будет коврик в общем как-то косячно получается думаю одно а получается совсем другое вот в последнем влоге я заикалась про коллекцию к сожалению эту коллекцию я вам не покажу есть некоторые причины по которым я не могу вам показать в общем вот такие вот дела так что я буду сейчас продолжать вязать к этой коллекции еще дополнительно уже не связаны с этой коллекцией игрушки вот возможно я их вам буду показывать потому что там будут куколки там будет такой персонаж который я первый раз вижу и даже не знаю это или какой-то прикол или что это или какие-то мультики такие есть тоже будет возможно вам покажу вот и и наболтала много давно не подключалась и теперь меня не заткнуть ладно влог этот буду продолжать подключусь чуть попозже и так ну что ж продолжим влог наконец-то я буду показывать свой рабочий стол и хочу показать такую вот работу значит вязала я под заказ вот такого маленького иисуса вязала по чужому мастер-классу мне мастер-класс прислали вот поэтому я наверное оставлю вам ссылочку кто автор значит здесь идет вот такая но она как и подушечка и как нимб да идет затем одеялка так вот такое вот одеялка сделано сделано сразу с капюшончиком вот и сама куколка вообще там как бы два мастер-класса один мастер-класс это на вот таких пупсов маленьких которые ну там вообще без волос они идут есть пару видов причесок но в основном они без волос вязала я крючком 1.25 из хлопка стопроцентного Vita Cotton Coco бежевого молочного вернее цвета выбирала несколько цветов думала какого цвета связать ну вот выбрала такой розовый там слишком розовый вот значит здесь я какие изменения внесла в мастер-класс ну как это вязать и без изменений не моё значит что я здесь сделала проволочный каркас в ручках и ножках и мне такой вариант больше нравится потому что когда есть проволочный каркас то ножки очень классно можно их придать форму симпатичную и лучше это для игры также здесь проволоку я использовала тонкую несколько сложений потому что это вообще для двух девочек будет такой подарок мама хочет сделать и соответственно так дети играются им надо все шевелить соответственно я предусмотрела этот вариант чтобы ничего здесь не разломалась также здесь такая как бы не знаю как это назвать повязка на бедра но при этом она сделана в виде трюсиков памперса и вот так вот волосы первый раз такие делала никогда раньше не делала такие волосы в мастер-классе волосы приклеены но в принципе я так и делала то есть вяжется отдельно деталь и потом прядки эти приклеиваются вот я здесь ничего не меняла и единственное что еще сделала это утяжку для ротик такую вот маленькую тренировку сделала как в мастер-классе и у меня получился вот такой вот малышок очень классный конечно я когда его связала мне захотелось связать еще таких малышей не именно в виде Иисуса да а просто вот куколок в даже таком пледике чтобы было и как игровые наборы для девочек возможно даже какую-то одежду для этих куколок в общем у меня фантазия начала играть захотелось связать поменьше размером конечно потому что ну мне хочется всегда максимально маленький размер использовать вот ну в общем да такая кукле она вышла я думаю что девчонкам очень понравится во всяком случае маме понравилось также я вам хочу показать вот такую куколку я маленькую связала это куколка связана по фотографии вот и будет еще парочку скорее всего девочек тоже связаны по фотографии что это ты у меня падаешь в принципе я здесь чисто делала вид ну основные знаете вязание таких маленьких кукол оно очень часто как карикатурные рисунки да то есть ты выделяешь какие-то элементы и просто их повторяешь вот волосы из шерсти сделаны такая куколка и следующее что я сейчас вижу это будет утка вот я вам чуть попозже ее покажу надеюсь что возможно сегодня хотя нет там много тоже деталей будет и я пока думаю что делать с одеждой там нужно будет пиджак и нужен будет плащ соответственно если делать как съемную одежду пиджак и отдельно плащ на такой маленькой миниатюре это будет смотреться очень грубо в общем я пока вязала много миниатюр и до этого я поняла некоторые моменты насчет того что делать с одеждой и поняла что очень круто смотрится когда ты сразу по телу вывязываешь одежду то есть вот здесь вот например это одевается трусики но при этом если например вязать и сразу продумывать где начнутся трусики вывязать то на игрушках которые совсем маленькие это смотрится гораздо лучше чем сверху одежду потому что изначально я там одежду штанишки кофточки все это я вязала отдельно и потом одевала фигурки но опять же повторюсь это смотрится грубо вот лучше когда это все вывязано просто соблюдены цветовые вот эти вот решения что и как там идет то есть если штанишки например зеленые да то что вывязывается от пояса вниз деталька заканчивается зеленым цветом а ножки когда вяжутся вот обычно они вяжутся снизу сначала ты вяжешь там ботинки потом носочки потом чуть-чуть кожи либо если это не шорты а штаны то сразу начинаешь допустим зеленым и потом это пришиваешь мне казалось что это будет смотреться не очень на практике оказалось что это смотрится лучше и я вам наверное покажу вот на примере этой утки что я имею ввиду чуть-чуть попозже вот так что у меня вот такие работы возвращаюсь к влогам надеюсь буду вас так я решила добавить немножко лайфстайл в свой влог не знаю как оно дальше пойдет и насколько меня хватит и захочется ли мне это делать дальше но мне кажется как-то мои вязальные влоги где я показываю только игрушки и болтаю с места стали достаточно скучные вот поэтому будем делать разнообразие огородов здесь пока что не будет но я не обещаю что в будущем это не случится в общем я решила показать ремонт потому что пока у нас разруха и хочу вам показать какое состояние у нас сейчас и что будет потом так мы сейчас на этапе отделки стен у нас сделана стяжка сейчас я переключу камеру и покажу вам в коридоре стоит у нас холодильник в коридоре стоит газовая плита я сейчас не пользуюсь ни газовой плитой не газовой духовке готовлю только в микроволновке и мультиварке оказывается это можно делать я даже делаю вкусную яичницу уже в микроволновке научилась делать в общем да и по готовке так как кухня будет красивая очень я думаю что возможно какие-то видосики я вам расскажу как я питаюсь что я делаю какие-то стандартные рецепты которые я уже испробовала они быстро делаются и надолго хватает возможно тоже почему бы и нет так давайте мы переклю значит сейчас это выглядит вот так вот ужасно у нас вместо дверей сейчас пленка я пленку покупала кстати вот она оторвалась сверху нужно будет подбить сделать в общем пленку специально покупала потому что дверей у нас нет здесь ванна и туалет вернее сначала туалет потом ванна тоже дверей нету да и получается стиралочка у меня там на заднем фоне будет стирать значит покажу вам разруху значит стены подготовлены к штукатурке я сегодня жду мастера окошко я сегодня буду с мастером разговаривать вот думаем что делать с откосами возможно все таки на кухне я хочу сделать пластиковые откосы потому что они легко моются они легко в эксплуатации да это пластик наверное когда высокая температура это не очень хорошо но как показала практика мне сказалась и кровь что это очень удобно особенно для кухни чтобы чистенько чтобы легко это убиралось значит на стенах сейчас бетон контакт потому что стены были покрашены масляной краской она гладкая поэтому мастер сказал купить именно бетон контакт обычная грунтовка мы тоже покупали кстати по моему он использовал в общем обычная грунтовка не очень хорошо для таких стен вот поэтому сейчас на них бетон контакт вот это вот где синяя здесь будет шкаф в общем все вам покажу расскажу потом да кстати сейчас покажу вам батареи в общем так как у нас квартира очень маленькая у нас много людей то у нас очень жарко поэтому мы сами сделали вот такие вот очень здесь можно отсоединять батарею в зимний период чтобы она не так шпарила то есть соседи мы конечно не отключаем отопление идет вот по этой трубе спускается вниз и уходит то есть мы в принципе зимой обогреваемся только вот этой частью радиаторы мы отключаем вот вот ну и конечно можно будет снять этот радиатор чуть попозже его отмыть и покрасить чтобы он был аккуратненький вот здесь полностью проведена хорошая электрика за это большое спасибо моему свекру который этим занимается вот на кухне там где техника полностью проведена электрика с заземлением то есть все продумано до мелочей стяжку тоже делали мастера которые мне делали в прошлом году потрясающе делают если кому-то нужны контакты в Минске обращайтесь я с удовольствием посоветую мастеров потому что это просто какая-то кладезь мне попались бриллианты в плане мастеров они делают все идеально делают четко чисто быстро пунктуально очень очень круто качественно и при этом ну цена я конечно не сравнивала цены чтобы там кто-то делает дороже кто-то дешевле но цена в принципе приемлема вот у нас стяжка вышла дороговато за счет того что мы живем на четвертом этаже и нету лифта так что вот такие дела сейчас подсоединюсь покажу вам покупочки которые у меня пришли с wildberries буду рассказывать в общем не только о вязании потому что там и другое рукоделие ждет вот значит ну побольше жизни я надеюсь что вам такой формат зайдет так значит покажу вам сейчас покупочки с wildberries так шумно было значит у меня есть джинсовка которую я очень люблю и очень рада что когда-то отжалела на нее денег она стоила недешево единственное что я ее покупала когда у меня был лишний вес и после этого она мне как бы и тогда была я брала на размер больше мало ли там потолстею еще больше и чтобы могла носить ее долго она недешево стоила поэтому я брала на размер больше сейчас она мне очень велика муж конечно ругается но я ее безумно люблю потому что там удобные карманы и вообще она очень классная я ее обожаю вот и когда-то не помню в каком году на канале у Лены Котиковой я смотрела как она вышивала на на трикотажных изделиях на майках и на джинсовке вот как раз она на спине делала вышивку если я не ошибаюсь она по-моему делала вышивку кита я такого кита к сожалению не нашла но там потрясающий очень красивый кит на фоне звездного неба там с созвездиями очень красивая вышивка но я правда ее не нашла и я же я начала думать что же мне делать что вышивать по-моему у нее был кит в общем она вышивала кита и еще у нее была вышивка земля значит вышивка это набор панна я кстати купила есть две вышивки это евразия и америка южная и северная америка я взяла евразию ну потому что живу в евразии это было логично чтобы я ее взяла также я заказала с алиэкспресс растворимую канву буду вышивать на канве единственное что у меня нету пялец я вот думаю нужно мне их покупать или нет наверное все таки стоит купить пяльца и я собираюсь вышивать наверное начну с осени когда похолодает и я уже смогу переодеться чтобы мне не нужна была джинсовка в общем здесь размер тридцать шесть с половиной на тридцать шесть с половиной двести на двести крестиков шестнадцать цветов я надеюсь что у меня все получится шестнадцать цветов наверное не так уж и много тут в принципе оттенки синего белый цвет оттенки зеленого и желтого в общем купила себе такую вышивку стоила одна относительно недорого также у меня я думала вышить феечку мне очень понравилось там такая девочка в таких золотистых теплых оттенках но потом я что-то передумала и решила что все-таки на джинсовке сзади будет хорошо смотреться именно земля вот поэтому я думаю что вот это на зимний период у меня будет такой проект мне бы хотелось им позаниматься дальше что я купила я купила вот такие вот маркеры это маркеры для ремонта а именно для межплиточных швов так как у нас сейчас ремонт то конечно со временем сейчас закрылась я от стиралки в общем со временем швы фуга она становится такая серая желтоватым оттенком хочется это обновить поэтому когда закончится ремонт и я сделаю полностью генеральную уборку убирать я собираюсь очень очень все тщательно каждый миллиметр квартиры вот прям отгенералить по полной программе и также я буду мыть соответственно ванну туалет плитку и затем я этими маркерами хочу пройтись да это конечно не такой глобальный ремонт именно швов по правилам хорошо было бы эти швы очистить либо с помощью специальных инструментов либо можно использовать отвертку затем нужно эти места загрунтовать затем нанести снова фугу и потом ну как бы протереть уже окончательно и тогда будет все сделано по правилам но пока мы это соберемся может пройти и год и два и пять и десять а может быть вообще никогда мы это делать не будем тоже что касается маркеров я думаю что это намного быстрее к этому созреть то есть просто нужно будет помыть плитку и пройти швы результат какой у меня получится я думаю что я не забуду вам покажу если у меня все таки зайдет этот лайф влог так значит следующее что я купила это вот такие вот колечки деревянные вообще я тут напокупала разных колечек они мне нужны для нового проекта еще я покупила вот такие пластиковые колечки это пуговиц нет кольца уплотнительные для люверсов это вообще называется и это тоже 8 миллиметров и 5 миллиметров и также я еще взяла вот такие не раз не разъемные кольца черного цвета и еще мне придут по моему серебристого цвета все это мне нужно для нового проекта я надеюсь что я этим займусь потому что я загорелась опять покупаю то что мне нужно для того чтобы осуществить этот проект но не факт что я за это возьмусь значит по вязанию я не довязала вчера утку потому что как то себя не очень хорошо самочувствие было наверное очень сильно мы накатались на роликах и было такое очень тяжело вот и соответственно я игрушками не занималась решила себе сделать такую паузу отдохнуть так как вязать все равно хотелось поэтому я закончила коврик который я вам показала показывала в болталке про свое похудение вот значит я вывязала полностью два мотка пряжи получился он не очень большой сейчас он проходит ВТО я его закинула в стиральную машинку он постирается я его разложу высушу и надеюсь что он не будет так фалдить потому что я поленилась и не вязала по правилам овал как это нужно было сделать и соответственно он местами пошел фалдами такими где-то загибается где-то выгибается но я заметила что те коврики которые я вязала они изначально тоже как бы так неровненько лежат на полу но потом проходит время когда ты делаешь там одну две три стирки они потом просто лежат идеально ровненько и выглядят замечательно я вот вчера осознала что вот да все коврики которые я вязала они все были так по краям не очень хорошо лежали но после стирок все нормально с ними становится вот и так как я закончила коврик вязать игрушки мне по-прежнему не хотелось то я связала плейсмат значит плейсмат это просто салфетка которая кладется на обеденный стол на нее тарелочка и вилочка там ножичек ложечка вот значит что по этим плейсматам я начала смотреть в интернете какие есть варианты мне не хотелось ничего такого ажурного хотелось простое чтобы это вязалось быстро чтобы это вязалось просто не надо было включать мозги хотя все равно здесь нужно считать потому что я вязала в итоге по кругу и соответственно прибавки в каждом ряду и нужно это все просчитывать чтобы не фолдило как с ковриком поэтому я связала вот такой плейсмат также я искала каких размеров должны быть эти плейсматы в интернете написано что размеры идут 35-40 см плюс-минус 5 см у меня вышло 30 см в диаметре здесь вы видите что я вязала с петлями подъема вот и обвязывала я соединительный столбик воздушная петля за заднюю стенку воздушная петля соединительный столбик за заднюю стенку вот значит мне этот край нравится как он выглядит он после стирки будет выглядеть и лучше вот такое получается плейсмат вязала я его из хозяюшки рукодельницы крючком номер два с половиной у меня есть вот такой цвет и есть еще серый цвет я посмотрела что у меня такого цвета семь мотков у меня ушел практически полностью моток осталось там чуть-чуть и значит что я хочу сделать нас вообще пять человек получается но я наверное свяжу шесть плейсматов для того чтобы ну обычно рассчитывается на шесть человек да идет посуда кстати я вам покажу наборы с алиэкспресс которые я купила для кухни мне так понравились там ложки такие потрясающие просто но наверное в каком-нибудь другом влоге если я не забуду ну или когда кухню буду показывать я надеюсь что вспомню вам покажу так вот наборы когда идут да столовые например наборы они идут на шесть персон стандартно вот и поэтому я наверное свяжу шесть таких салфеток и потом хочу связать маленькие именно для кружек для чашек наверное на раз два три четыре пять на пять на пять на пять на пять на пять или на шесть рядов свяжу именно под кружечки и будут у меня еще отдельно для кружечек ставить я не хотела большие теплость маты делать вот вчера муж посмеялся говорит да один раз поел и все и можно в стирку но они стираются очень быстро они не красятся соответственно можно в любую стирку их закинуть постирал и они уже сразу сухие будут в чем плюс вот этих синтетических материалов то что они что касается вот кухни они идеально подходят там коврики кинул стирку постирал быстро вот это вот тоже будет уходить в стирку в общем у меня идет процесс ну и сейчас вот я буду нахаживать шаги и начала еще одну салфеточку вот начинаю я с двойного кольца амигуруми потому что это все таки такая хоть и не очень скользкая ниточка но достаточно скользкая поэтому лучше сделать двойное кольцо амигуруми я последнее время везде его использую потому что мне не нравится когда потом вязание немножко расходится особенно это в игрушках когда нужно ставить проволоку в маленькие детали и ты вставляешь оно через обычное кольцо амигуруми проволока это проскакивает соответственно нужно подсоединять нить зашивать это все чтобы не было дополнительных вот таких вот ненужных моментов я изначально делаю двойное кольцо амигуруми во всех деталях сейчас раньше я делала только на ручки на ножки потому что ну чаще всего туда проволока вставляется а голову и тело я вязала без двойного кольца амигуруми сейчас я делаю все 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 детальки вывязываю именно с двойного кольца амигуруми так значит это наверное все на али на алиэкспресс да у меня будут покупочки и я думаю что я вам буду показывать что я покупаю для чего покупаю вот чтобы вам было более интересно ну что ж я думаю что я этот влог завершу сегодня у меня по планам пока вот буду ходить повяжу салфетку и потом буду браться за утку буду вязать и потом не знаю что буду смотреть пока вот эти вот покупки которые были для будущих проектов пока остаются буду думать что мне с ними делать буду ли я этим заниматься но вообще хотелось бы позаниматься потому что у меня такие идеи появились для игровых наборов вязать и наверное было бы здорово это сделать но посмотрим поэтому увидимся в следующем влоге думаю что завтра я уже начну снимать потому что думаю что завтра я точно должна утку сделать спасибо вам большое за внимание если вам не сложно напишите в комментариях уместно ли будет снимать вот такие вот вставки про ремонт про покупки которые не связаны с рукоделием будет ли вам это интересно я думаю что я еще ставила маленькие вставочки как я сегодня гуляла на улице я пока стесняюсь очень сильно на улице снимать но возможно со временем если делать это регулярно я наверное смогла бы делать и такие небольшие зарисовки вот хотя даже не знаю стоит ли их делать я пока в раздумьях сегодня я хочу это делать что будет завтра я не знаю возможно я просто вернусь к таким форматам влога как и были вот все увидимся с вами в новом видео всем пока пока что я